Привет! Недавно я сделал обзор на книгу Сила Киски Карри Кинг. В дополнение к этому видео я хотел бы прокомментировать некоторые цитаты из этой книги. Поехали! Женщины совершают огромную ошибку, полагая, что если будут долго отказывать парню в сексе, он найдет себе другую или потеряет интерес. Если ты ему отказывала и он потерял интерес, отлично! Значит, он собирался тебя поматросить и бросить. Отлично! Хомячка можно не кормить неделями. А если он потом умрет, то можно будет сделать вывод, что не так уж он и любил жизнь. Вот как она рассуждает, если под хомячком представить отношения. Ведь отношения тоже нужно кормить, и если их не кормить, они сдохнут. Авторка снова и снова пытается навязать и подменить нормальные, здоровые, равноправные отношения детско-родительскими отношениями. Папочка должен любить дочку, даже если дочка плохо себя ведет. Долго кухсится и вообще, если у нее даже очень плохой характер. Ведь именно это докажет, что папочка по-настоящему любит дочку. В отношениях папы и дочки действительно так, но не в отношении двух взрослых и равноправных людей. Кара, Кинг, жена и мать детей этого не понимают и путают эти понятия. К чему приведут такие отношения? Если даже и сложатся, то придут к новым и новым невротическим проблемам у обоих. Мужчины нуждаются в нас, мы в них не нуждаемся, используя это преимущество с умом. Видимо, биологию Кари Кинг преподавала какая-то старая радикальная феминистка-наркоманка, которая сказала, что киска это часть дыхательной или кровеносной системы мужчин, и без нее он не выживет. Он как кископаразит может поменять киску, перепрыгнув с одной на другую. Как вошь, но без нее не сможет. Так ли это? Нет. Но сидеть в кружочке клуба свидетелей кискодыхательной системы мужчин так весело, а главное, так приятно. Потому что это тешит самолюбие. Кара убеждает читательницу снова и снова, что не надо быть умной или даже красивой. Нужно просто иметь киску. Не спи с ним. Помни, если парень тебе нравится, нужно какое-то время выждать. Пусть потерпит хотя бы два месяца. А еще лучше эти два месяца оскорблять и унижать его перед друзьями. И если он все равно, несмотря на это, не пошлет тебя в жопу, это еще больше докажет его любовь. А не то, что он с тобой ради твоей толстой эгоцентричной киски. Но даже тогда гарантии нет. А еще лучше, пока он спит, насрать ему на лицо и поджечь его дом. И если тогда он не бросит тебя, а продолжит ухаживать, вот лишь тогда это будет настоящей гарантией доказательством его настоящей любви. Насри ему на лицо, если хочешь проверить его чувства. Кара Кинг. Сила киски. Интерпретация для Дара Браги. В первую очередь, в мужчине должно привлекать его отношение к тебе, а только потом все остальное. Другими словами, неважно какой человек. Он тебе нравится, только если он к тебе хорошо относится. Нормальный человек, который относится к тебе нейтрально и психопат-садист, которому ты нравишься. Кара Кинг выберет второго. Для ее раздутого эго главное быть в центре мироздания. Плевать, что за человек. Главное, внимание. Ты приз. И выиграть его сможет только лучший из лучших. Приз. Сказала Буш откровенно. Ты вагинское мясо на прилавке. Мужчины хотят заполучить недоступное. Они хотят тебя только тогда, когда ты их не хочешь. Пытаясь добиться внимания парня, ты его только отталкиваешь. Да, конечно. Именно поэтому мужики смотрят тонны порно про недоступных женщин. Ведь это их заводит сильнее всего. Как женщина отказывает, не перезванивает. Вижу на улице сексуальную женщину, сразу представляю, как она мне не перезванивает. Не делай мужчине минет. Она рассуждает в том контексте, что минет можно делать только если мужчина его заслужит. За какие-то отдельные достижения. Что минет не должен быть ни в коем случае частью близости и ласки. Что минет должен быть инструментом попрошайничества и манипуляции. Работает ли это? Конечно. Но только на той планете, где минет умеет делать только одна каракинка, и больше вообще никто. Ни одна женщина. Ее похитили инопланетяне, увезли в созвездие Тао Китая, и там обучили чуду минет. И теперь она должна была подарить это чудо всему человечеству, но не стала этого делать. А начала при помощи этого умения выклянчивать новые колготы. Или двойной бургер. Какая хитрая. Минет? А ты мне что? А ты мне что? Давай новые колготы. Нет, Кара, это так не работает. Нельзя продавать зимой эскимосам снег. Или минеты. Эскимосы ведь люди, так что пример тоже работает. Согласен, слегка притянуто за уши. Минеты все-таки это не снег зимой. Но в то же время и не банковская карта папы миллионера, на которую можно купить все, что угодно. Мужчины как автобус. Один уйдет, другой подкатит через 15 минут. Так просто подкатит через 15 минут только убитый автобус. В котором нассана и тело мертвого бомжа. А водитель это искусственный интеллект. В виде палки, которая примотана скотчем к рулю и педали газа. Она просто обманывает читательниц. Кара, если бы автобусы и правда приходили каждые 15 минут так просто, то потребностей в твоих книгах вообще бы не было. Их бы сейчас не читала какая-нибудь девушка или женщина. Они читают твои книги именно потому, что к ним ну и изредка приходит автобус с секретиком внутри в виде мертвого бомжа. А больше никаких. Отдавать свою драгоценную киску, делать минет, соглашаться на глубокие петинки или иначе сексуально стимулировать мужчину за просто так, когда он этого не заслужил. Это самая грубая ошибка, которую только может допустить женщина. По сути, ты отдаешь самый ценный свой актив бесплатно. Выклянчивай, выклянчивай и еще раз выклянчивай. Нет тортика, нет письки. Плевать, нравится тебе или нет, хочется тебе или нет. Ты тут не ради счастья, а ради торговли. Писька дана тебе космосом, чтобы попрошайничать и поберушничать. Общайся и поддерживай беседу, как обычно, но не показывай своего желания говорить с ним. Заверши беседу вежливо, извинись, что не можешь ее сейчас продолжить. Так ты на подсознательном уровне даешь парню понять, что у тебя и без того хватает занятий. Сделай все это, а потом сиди и скучай. Потому что неуверенная в себе тетенька из книги, боящаяся показать интерес к мужчине, дала совет притворяться, что тебе не хочется с ним общаться. Зачем это? Простыми словами, она боится показать свой интерес мужику. Потому что если он отошьет ее с ее двухмесячными проверками и прочими закидонами, чтобы она могла убедить всех, а возможно и себя, что он был ей безразличен, и этот кидок не нанес ей огромной боли и унижения. Если веришь, что заслуживаешь самого лучшего, самое лучшее тебе и достанется. Нет, чаще бывает так. Ты веришь, что заслуживаешь самого лучшего, жизнь тебя берет за голову, возит тебя по шершавой стене лицом, потом отпускает, и ты уже не хочешь самого лучшего. Ты хочешь намного-намного более скромного. И так несколько циклов подряд. Вот как обычно бывает в жизни. Шлюхи существуют для твоего удовольствия, а вовсе не ты для их развлечения. Либо у него есть задатки потенциального мужа, либо он шлюх, шлюх. Пока ты не даешь парню, который тебе нравится, и проверяешь его два месяца, или как она восемь месяцев своего будущего мужа, то можно в это время чпокаться со шлюхой. Так она называет мужчин для секса без обязательств. То есть, чтобы позволить себе с кем-то получать радость и удовольствие от близости, без платы и всяких условий, выклянчивания новых колгот, ей надо назвать человека шлюхой. Смотрите, это как выставить какой-то свой товар на витрине с каким-то нереально завышенным бешеным ценником. Но в это же самое время со склада, но ночью продавать его по дешевке. Но только тех, кто берет за бесценок, считать уродами. Потому что они не хотят покупать по безумно завышенной цене. Потому что за такую цену он нахер никому не нужен. Примерно такой инфантильно циничный абсурд у нее в голове. Соглашаться переспать с парнем, который тебе нравится, в корне неверно. Штука в том, чтобы не отдаваться. Чем меньше мужчина получает, тем больше он хочет. Все верно, но вот только писька купоны или любви купоны стричь будешь уже не ты. А та, которая не тупит и не использует свою киску как морковку. Которую можно подвешивать перед осликом и ждать, что он повезет тебя в долину счастливых отношений. В эту долину поедет другая девочка, которая уважает себя и тех, кого выбирает для отношений и не относится к ним как к ослам. А, вагина, твое главное преимущество. Она поможет тебе манипулировать мужчинами, и они будут из кожи вон лезть, чтобы угодить тебе. Поэтому уважай ее. Она твоя новая лучшая подруга. А еще она, видимо, администратор этого безумного циничного цирка. В котором клоуны выходят на арену и убеждают зрителей, что они покажут представление, но только через два месяца. И надеются, что зрители такие. А, ладно, все нормально, а мы пока тут посидим и все это время будем вам хлопать. Ведь этот цирк единственный цирк в мире. Поняли? Вагина, это цирк. Мужчины хотят тебя тогда, когда ты их не хочешь. Для них в этом и заключается вся соль охоты. Не думаю. Хотят именно тех, кто их не хочет, люди с очень-очень заниженной самооценкой. Они находят вот таких королев, которые смотрят на них как на говно. И соблазнением доказывают, что они не говно. Но соблазнив или даже просто получив одобрение, узнают, что их больше не считают говном. И поэтому смываются. Потому что они получили то, что хотели. И киска-аутистка снова остается одна. Ни при каких обстоятельствах не делай минет. Да, ты все правильно прочитала. Не делай минет. Как только ты достаиваешь ему это удовольствие, он перестанет тебя уважать. Оставь оральный секс для мужчины, который этого достоин. Получить оральный секс для мужчины должно быть еще сложнее, чем обычный. Когда найдешь хорошего парня и поймешь, что именно он предел твоих мечтаний, тогда другое дело. Вот для него и прибереги минет. Начинай встречаться с мужчиной, исключи любой секс, а тем более оральный, пока кавалер не заработает право на него. Она несколько раз вот так вот пишет про минет. У нее явно бзик какой-то на это. Ощущение, что в колледже ее разыграл парень. Попросил сделать минет, она ему делала. И пока она делала, то одна из стен раздвинулась, и там стояли все ее знакомые, друзья, родители, декан, президент США. И они все хором начали петь, тыкая в нее пальцем. «Кара-минетчица, кара-минетчица». А потом подняли ее на вилы, пронесли по всей деревне и сожгли ее на минетной горе. Вот так. В конце хочу сказать, что важно понимать. Эта книга не о женщинах. Это книга о людях, которые не любят и не уважают себя. И вместо того, чтобы решать проблемы с психотерапевтом, выдуманной ерундой раздувает свое эго, чтобы компенсировать ощущение собственной ущербности. Это книга о невротиках. Рок-н-ролл. Смотрите другие мои видео, посвященные книгам по психологии, в которых автор не так сильно любуется в одиночестве своей киской в музее, посвященном своей киске.